МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлой неделе носила декларативно-камуфлирующий характер. Спонтанные акции протеста против повышения тарифов и отмены льгот, которые не заставили Кишиневскую мэрию пойти на уступки пожилым людям и учащейся молодежи. Шокирующие заявления руководства Кабинета министров о том, что повышение зарплат бюджетникам будет заморожено. Зарадавшее общество и потому неудавшаяся попытка восстановить родоплеменные отношения. И уже традиционно продолжившееся наступление правого руководства парламента на демократические институты. Которые привели к требованию об отставке нынешнего спикера Михаила Гимпу. Требование, разумеется, прозвучало со стороны оппозиционной ПКРМ. Вот об этом и поговорим. Чего-то подобного, если честно, следовало ожидать. Возмущенный издевательским, циничным решением либерального большинства в Кишиневском муниципальном совете о повышении тарифов на коммунальные услуги, общественный транспорт, при одновременной отмене льготно-транспорт наиболее уязвимым слоям общества пенсионеры, следом и молодежь вышли на улицу. Спонтанные протесты в центре Кишинева не прекращались несколько дней к ряду. Более тысячи пожилых людей вышли во вторник к зданию примарей. Буквально за час движение по проспекту Штефан-Челмари было блокировано. Троллейбусы стали, народ прибывал. Он мне даст 70 лей, зато поднимет до 800 лея это самое тепло. Вот он меня это самое облагородил. Они перед выборами обещали пенсию 300 долларов. А когда я сейчас пришел, так он видите, что делал. Не нашел с кого снимать деньги, он снимается с пенсионера. Они сказали, что будут урезать себе зарплату. Что-то притихли они, что-то мы не слышим, чтобы они урезали себе 20 миллионов тысяч, чтобы они хотя бы тысячу хотя бы сняли. В течение двух дней пенсионеры не только бастовали, но и вели переговоры. Сначала без примара, просто с высокопоставленными чиновниками муниципалитета. Возврат к прежним тарифам требовали бастующие и приводили свои аргументы. Они нас талкают на вымирание всех стариков. Они над нами издеваются. Нам не хватит даже не то, что на питание, за отопление заплатить наши пенсии. Далой лупу, далой гиппу, далой киртоки. Далой лупу, далой киртоки. Приостанавливаем эти решения при любых условиях. Рыжкановка не связана с центральным рынком. Люди идут на этот базар, чтобы купить на рубль 50 копеек дешевле. Но ему нужно будет уплатить 8 лей для того, чтобы сэкономить какие-то 4 лея. А муниципальные предприятия жаловались на убытки. Как пример, в Румынии услуги, соответствующие водопровод и канализации для населения, стоят 1 евро порядка. В Берлин, насколько я знаю, 8 евро. В Апоканале, если было 5,07, делайте примерно 30 евроцентов. Хотя мы несем те же потери. Рассуждения о европейских тарифах в нынешних условиях звучат негуманно. По крайней мере, по отношению к старикам. Ведь у них своя бухгалтерия тоже очень убедительная. Хорошо. Он мне даст 70 лей, зато поднимет до 800 лея это самое тепло. Вот он меня это самое облагородил. Поехать, приехать в город и обратно мне с женой это 8 лей. А 8 лей для меня это деньги. Притом приличные. У меня пенсия 800 и у жены 800. Одна пенсия полностью уходит на коммуналку. Полностью. Мы живем на 800 лей. Кстати, к расчетам предприятия АПКанал у муниципальных советников есть вопросы. В конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, они влезли в кредит Европейского банка для реконструкции центральной части города. И что-то сделали. Вроде бы сделали. Тогда мы в совете муниципальном тоже наша фракция добивалась. Дайте, пожалуйста, экономическую эффективность. Что вы сделали? Если вы заменили несколько сотен километров труб, то, наверное, тогда уменьшились утечки воды. Раз уменьшились утечки воды, тогда на горожан ложится меньше, тогда и тариф должен быть другой. Тариф на воду закладывают и потери. Как выясняется, весьма приличные. На внешних сетях до 40%. И внутридомовые сети, то, что мы спорим, счетчики вводные и счетчики квартиросъемщиков, разница 30%. 70% воды уходит в никуда. Но они же отложены в тарифе, он же произвел этот продукт, он хочет получить за него этот продукт. Где он этот продукт? На улицах города, в подвалах домов. Вот там этот продукт. Дарин Киртока появился перед пенсионерами в самый разгар забастовки. «Читайте! Читайте! Читайте! Что здесь надо?» Чтобы быть услышанным всеми, городской глава поднялся на балкон мэрии. Но успокоить народ не получалось. «Отменить! Отменить!» Переговоры с примаром тоже были эмоциональными. «Вы не разговариваете с девочкой, извините, которой вы сейчас будете обхаживать, жены себе брать. Вы разговариваете с человеком, очень хорошо знающим, владеющим ситуацией в Апоканале. Вы ей не владеете. Поэтому говорить о том, что разблокировать дорогу, чтобы сейчас мы сели и решили проблему Апоканалу, это просто смешно. Это вопрос очень долгий и объемный. И мы будем его решать немедленно после отмены этих решений». «Для того, чтобы начать переговоры по этим вопросам, транспорт, водоснабжение и так далее, я думаю, будет правильно с нашей стороны начать с вами такой диалог, а с вашей стороны все-таки призвать людей. Дарин Кирток и приводил аргументы, мол, в других регионах страны и вода, и транспорт стоят дороже, чем в Кишиневе. Например, в Новых Аненах цена кубометра воды 30 леев. Так разве это ответ хозяйственникам? «С приходом господина Киртоки в городе появилась тенденция сокращения доходной части бюджета. То есть каждый год город почему-то все не добирает, не добирает, не добирает. Опять-таки, каких-то перспективных мер, наработок нет. А есть вот только скулеж по этому поводу и, соответственно, урезание всевозможных программ». Городские власти идут по пути наименьшего сопротивления. Никто не спорит, что экономическое состояние АПК «Нал» и транспортных предприятий Кишинева не в лучшей форме. А раз так, значит, надо поднять тариф. А может, стоило поискать альтернативные решения? «Дермись! Дермись! 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 Дермись!» «Район Чикарли есть, застроенный домишками и ближе туда к озеру. Так вот, я заверяю вас, что там 90% людей не платят, очень богатых людей, с очень шикарными виллами, не платят налог на недвижимость. Вот и приехали. А представьте себе, а почему не платят? Это потому что в городе никому это не надо, потому что придуманы какие-то схемы, когда недостроил одну труду, не ввел объект в эксплуатацию. Он собственный объект не ввел в эксплуатацию, поэтому он не платит. И город доволен этим. Это самые богатые люди, не платят налог на недвижимость. Первый день забастовки пенсионеры завершили с надеждой. Ведь примар пообещал созвать экстренное заседание муниципального совета и что-то предпринять. Будет срочно создан муниципальный совет, на который был поставлен вопрос, внесен в повестку дня о пересмотре решения. Но надежды были напрасными. На следующий день, еще до заседания муниципального совета, Дарин Кирток и решил оставить все как есть. Компенсации на проезд 70 леев. И вода в два раза дороже, чем раньше. Мне кажется, если сравнить с тем, что происходит по республике, где никто, ни один пенсионер, ни один миловящий гражданин не получает такого пособия, это все-таки шаг вперед. Кстати, в тот же день примарию посетил ИО президента. Михаил Гимпу перевел проблему в политическую плоскость. Стариками всегда манипулировали и они голосовали против достойной жизни. А во время заседания муниципального совета был рассмотрен порядок получения компенсации. Всем, чей доход ниже 1450 леев, нужно написать заявление в социальные службы. Впрочем, у Кишиневской примарии уже есть не совсем удачный опыт выдачи компенсаций. По нашим прикидам, в городе 200-300 человек должны были пользоваться льготами, а пользоваться на сегодняшний день около 18, меньше 18 тысяч. Только потому, что бюрократическую карусель такую закрутили, что люди дойти не могут. Многие из дома не могут выйти. Для чего это нужно было придумать? Сэкономились какие-то деньги? Наверное, сэкономились. Куда они пошли эти деньги в таком случае? Вот опять. Справится ли теперь бюрократическая машина с наплывом заявлений? И хватит ли у примарей сред, чтобы выдать компенсации всем, кто в них нуждается, покажет в ближайшее время. Ирина Пивоварова, Александр Борейко. Специально для программы «Резонанс».